Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья и сегодня я запекаю крылья индейки. Вот такие гигантские, шикарные крылья. Скорее же начинаем, буду рассказывать, как мариновать. Для этого мне понадобятся крылья индейки. У меня здесь 4 крылышка. И для маринада мне понадобится мед, сухой чеснок, копченая паприка, соль, горчица, соевый соус и смесь молотых перцев. Для маринада крылья индейки особенно ничего не нужно такого, что-нибудь сверхъестественного. Обычные продукты. Соль, перец, горчица, сухой чеснок, копченая паприка и соевый соус. Чайную ложку соли без горки. Чайную ложку сухого чеснока. Можно использовать свежий. Чайную ложку копченой паприки и чайную ложку без горки смесь перцев. Чайную ложку с горкой дижонской горчицы. У меня где-то 4-5 ложек соевого соуса. Я положу 5. Теперь все перемешиваю до однородности и буду заливать крылья. Ну, а теперь этим маринадом заливаю крылья и хорошо-хорошо их перемешиваю вместе с маринадом. Хорошо прям маринад нужно прям втирать. Хорошо. Хорошо перемешала. И теперь убираю в холодильник минимум на час, можно даже и на полтора. Пока у меня появилась минутка свободного времени, хочу вам посоветовать сообщество Кукпад. Этот рецепт с ингредиентами и пошаговым писанием также опубликован на кулинарном сайте Кукпад. Делиться своими рецептами можете и вы. Это очень просто и быстро. Для этого переходим на сайт, регистрируемся, нажимаем кнопку «Написать рецепт», добавляем фото готового блюда, пишем название, описание, указываем ингредиенты, добавляем пошаговый процесс и жмем кнопку «Опубликовать». Рецепт сразу же появляется на сайте. Ссылка на этот рецепт вы найдете под видео. Для более удобного использования сайта, установите приложение, которое можно скачать в Google Play и готовьте с удовольствием. Полтора часа прошло, я перекладываю форму, которую я буду запекать. Буду запекать и при 180 градусах где-то час. Там уже буду смотреть, либо этого будет времени достаточно, либо еще какое-то время я их подержу. Но буду запекать два этапа, я буду переворачивать их на другую сторону, чтобы они подрумянились со всех сторон. И наносить легкий маринад из соевого соуса и меда еще поверх. Еще разогретую духовку отправляю в аппекацию. Итак, прошел ровно час, крылышки готовы. Вот такие они очень румяные, ароматные получились. Ну вот, посмотрите, какие крылышки получились. Они очень румяные, хрустящие, ароматные просто, невозможно вкусные. Так что советую этот рецепт. Подписывайтесь на наш канал. Всем приятного, приятного аппетита. Готовьте вместе с нами и кок-пад. А я прощаюсь. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!